Я уверен, что каждый из мужчин любит тартар, потому что когда мы едим сырое мясо, просыпаются какие-то первобытные такие инстинкты, ну и некоторые женщины тоже его любят. Поэтому я сегодня вам расскажу один из вариантов тартара, как его удобнее и как лучше сделать. Значит, я взял мясо для тартара, подходящее, но в моем случае это вырезка. Вы можете использовать любое другое, главное, чтобы оно было не мраморное, чтобы там ни капли жира. Я его зачистил от пленок, потом затянул вот в такую пищевую слюду, ее называют, или пленку, завертел с краев и заморозил. Получилась вот такая колбаска. Из нее мы можем делать карпаччо, тонко нарезаем, а можем делать тартар. Из замороженного мяса тартар получается вкуснее всего. Соответственно, мы берем ее и отрезаем. Резать замороженное мясо не такая простая задача, как может показаться. Но зато тартар вкуснее, когда он холодный. А здесь сам Бог велел, он будет холодный. Очищаем нашу колбасу. Режем мясо довольно толстыми пластинами, ну примерно 3-4 миллиметра. Непростая эта работа из болота тянуть бегемота. С замороженным мясом придется потрудиться. Теперь каждую пластинку режем соломкой, потом кубиком. Самое удивительное, что получается идеальный ровный кубик. Складываем все это в металлическую емкость. Замороженное мясо очень удобно резать, оно не прилипает к ножу и остается рассыпчатым. Итак, мясо я нарезал. К мясу я добавляю стебли кинзы. Их нужно мелко порубить, именно стебли, а не листья. Листья кинзы будут видны, а стебли будут создавать дополнительный аромат и хруст. Кинзу в тартар. Одну чайную ложку каперсов. Режем как угодно. Каперсы отправляем к мясу. На любителя, но в принципе можно добавить и соленый огурец. Я не люблю маринованный, как многие добавляют, поэтому и вам советую выбирать только соленый огурец. Три ломтика соломкой, ну и соответственно потом кубиком. Без лука ни один тартар не обходится, но я предпочитаю убрать белую часть у зеленого молодого лука. Нарезаю поперек тонкими колечками. Во-первых, он в тартаре будет красиво смотреться. Во-вторых, так не так сильно будет пахнуть луком. Отправляю все в чашку и перехожу к заправке. Для заправки мне понадобится пол чайной ложки, не более дижонской горчицы. Пол чайной ложки кетчупа, обычного без всевозможных добавок. Совсем чуть-чуть, тоже пол чайной ложки соевого соуса с пониженным содержанием соли. Обязательно табаско для остроты. Табаско я никогда не жалею. Черный перец, соль. Солью осторожней, потому что там соленый огурец. И каплю оливкового масла. Аккуратно все перемешиваем. Мясо подтаивает, становится эластичным, упругим и выглядит очень красиво. Мясо оставляем немножко оттаять и пропитаться соусом. За это время сделаем чесночные гренки. Я взял бородинский хлеб, режу его вдоль, потом режу поперек на несколько частей. Я не хочу делать традиционно чипсы, на которых подают тартар. Я хочу, чтобы эти гренки можно было брать и есть. Они очень вкусные. Вначале нужно разогреть сковороду. Так, плита у нас заблокирована от детей и кошек. Ага, вот здесь замочек удерживаем. Она разблокируется, тогда мы можем работать с плитой. Ставим сразу на девятку. Добавляю немного сливочного масла. Пока греется масло, режу чеснок. Можно его просто раздавить вот таким образом, чтобы из него выдавился сок. Порезать. Режем помельче, чтобы он больше соприкасался с гренками и отдавал им свой аромат. Масло разогрелось, сразу отправляем туда гренки. Обжариваем гренки 2 минуты, так, чтобы они впитали масло и обжарились, нагрелись. Появилась корочка со всех сторон. Добавляем чеснок, перемешиваем его с гренками. Если мы будем дальше продолжать жарить, то аромат чеснока от гренок уйдет. Поэтому, как только мы их перемешали чесноком, нужно сразу же убрать с огня. Я взял квадратное кольцо для выкладки тартара. Еще раз перемешиваю. Пробую на вкус. Да, вкусно. Выкладываю тартар в кольцо. Разравниваю так, чтобы у нас в серединке было небольшое углубление. Красота. Выкладываем гренки, пару перышек лука и несколько веточек кинзы. Со вкусовыми добавками вы можете пофантазировать сами. Что вам нравится, то и замешивайте в тартар. Самое главное, что из замороженного мяса тартар получается более интересный, чем из парного. Медея, почувствуй себя дома.